итак друзья всем привет сейчас пойдем где-то петь и там стоит у нас трактор ты 25 снимем небольшой ролик про трактор т25 так что вот так вот пойдем сегодня прошел но утром дождь 7 часов утра и до 10 поливал такой вот ух так града града мне кажется не было гремело очень сильно сверкало все слило сегодня хотели бы ехать на сенокос на покос но короче отложили потому что все слило посмотрим сегодня короче там делать нечего завтра завтра не знаю ну все 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 лога все тут в деревне все слило короче сильных хороший дождик прошел офигенный есть время снимаю для вас видео так тут стоят грабли наших трактор грабли стоят грабли стоят грабли стоят здравствуйте товарищи пенсионеры напугал чем занимаетесь антенну а вы чё телевизор смотрится ласточки живут ласточки живут оба а что они тут вывели сороки не дают их там сороки разорили где-то они здесь под дверью под входной дверью а сороки сюда и боятся не залетают здесь человек алю вот так вот вот они ласточки ну ладно кормит она полетела дальше дала чуть-чуть дальше это другому все ясно ну на чё обратить внимание при выборе косилки чего чтобы не разбито здесь был не разбито здесь вот и не разбито где каких местах вот и вот тут вот а если разбито здесь тогда чем чё реставрировать на чё это знаешь не ходит наваривать рыбировать в дуку делать еще косилку нас это к с 2 и 1 очень старая восстановлена из чермета металлолома но платформа платформа 2 и 10 же обычно бывают их это чё за закрыли чтоб живет ну вода не лила лишние вода скотина то обычно их в это укорачивает там на четыре наши сегменты кажется на четыре сегменты или на четыре она вроде как лучше косит потому что это знаешь или так она когда густо трава на само собой на тяжело идет с этой косилкой но сейчас уже из наш таранчик костры были но все равно не укорачивали это себе косить у кого косилки были укорачивали на четыре сегмента обрубали обрубали и пилу и саму платформу ну а платформа здесь усиленная как это сказать обычно же найдет это стандартные просто вот такая вот а усиленная здесь приваривают вот такую арматуре ну лом чтобы ее не перед не перегинала потому что она сама по себе жидковатая если не усилить ее когда как обычно доказать подымаешь опускаешь вот из-за этого в том году мы косили я в этом году не одевали на тут и не надевать начал обратить внимание чтобы все дырки узлы сочленения были целые не разбитую каких-то местах все это было более-менее нормально не было каких-то там лишних выработок дырки были целые не разбитые чтоб тут вот заклепали чтоб не откручивалась пружина целые и и новый тире надолго хватать это просто в колхозе их не хуже гречным делом косили же много роторных не было тогда только на этих выкашивать отсюда надо было накосить 30-40 тысяч гектор да ну накачивать они с утра до ночи так а какие шатуны то у вас есть шатуны ну-ка покажите нам тут тоже усиленно все это дело приварили чтоб не соскакивала переделывали обычно с заводской исполнение идет шпендель передний он узенький идет маленький тоненький это уже сделали потолще здесь вот тоже лопалась здесь подворили она вот тут потом подкладывать здесь вот здесь по пальцы вот эти и тоже вырабатываются вот она стучит здесь пространство шайбы точишь пальцы и пальцы ноут очень тоже вырабатываются ну сколько есть на сезон то хватает когда сколько когда и не хватит но заводские пальцы которые раньше делали они были цементированные закаленные и хорошие были точишь это ерунда а современные они ну а не так насколько хватит не хуже всяких на пассаж чтобы шатун запасе был есть когда-то берешь двух иначе не может быть раз перестал не будешь там сварка то иного надо опять домой ехать ну и эти тоже хочешь ерунды а заводские они цементированные они сильно не обрабатываются на точь они не хуже вот тут такие запчасти вот это заводская ее видать заводская она цементирована она боли проходит а вот это проточено ее надо чё тут сымишь на этим наточили а потом привариваешь палец сюда ну это не хуже заводские дольше ходят чем самодельные дольше ходят они это вот старого образца пишут это приварив сюда гайку гайку и приваривший заворачив но они на заводе они закаливались да свои с в кознице ему она может быть закалили перекаленные или не закаленные или слабые то нет в кознице их не кололи она просто вытачивали так они закаливали что же лучше современные косилки лист старого образца двух из над конечно часто пошли ротор на косилке хороший но а сегментные вот эти старые сегменты старых хороших у косилки но вот сейчас пошли китайцы или кто там выпускает китайских не знаю я знаю что вот эта наша косилка есть наша косилка она сделана со знаком качества эта косилка старого образца чугунная чугунная в чем она хорошего нового образца пошли они они железные пошли да у их железные платформы железная рамка она в процессе транспортировки может быть погнута правильно это лопнет значит не ход и это у ящики впереди а у нового образца сзади различия пушкина мы из их частей на старого образца уже нету практически надо или вытачивать или искать по амбарам у кого где чего завалялась но вот но вот такая если косилка к с 2 и 1 старого образца чугунные что тут обращающие отнимали что по отверстий были целые не лопнутые были заварить ее можно варишь ты ездишь ерунда современные они же рамка платформы вот эта вся железная ее можно заварить конкретно чего тут все чтобы не разбито был лишь она держится тут тоже эти цеплять ну и вот тут чтобы палец не было разбитый штангу делаешь что-то уже это втулочку делать маленький разобьет заменил втулочку опять но если разбита втулочка там штанга что-то еще ее можно отремонтировать самостоятельно конечно это там чую к токарю надо или к сварщику так токарю чё подберешь тогда то можно было подбирать чего делали все понятно износу ей не было в этой косилке не было износа сколько силе так а теперь расскажите нам про трактор ваш как покупать бэушные трактора бэушную технику на что надо смотреть навеска была не разбита здесь не разбита смысле здесь тоже но это все это надо знаешь можно делать все это делать деньги только надо покупать новые запчасти узлы агрегаты вкладывать ну и плохо бедно гайки вот чтобы не сорваны были или сорваны тоже часто подливали что-то там прочее где-то бежало грани гаек сливных заливных тут же ничего не это у нас цело все на трактор то у нас он новый брали вот завода завода так что вот такие дела ну ты 25 он вещи его его никто продавать или кто бесил тогда продать а так у него никто продавать не будет старичок он будет есть по ягодами по грибы без нужды хорош техники зацепить маленько будет есть чтобы гидравлика работала электропроводка была аккумулятор работает новый то ну ну и сотку постоянно не стал убрал 145 это ерунда что тут что этот насос топливный как работает исправит хорошо работает вот насос новый регулировали раз его а регулировали раз из-за чего помпа сносилась или честнее говорить подкачивающая бомба вот это почему потому что на погосе было как работали а потом заглушили отдохнули стали заводить он не заводится и оттуда его притянули помпа перестала качать заменили помпу но они заменили и это помпу отрегулировали ну вроде как отрегулировали а фактически этом присутствовал когда они делали оказывается вот чего причина то было поносилась помпа понятно так ну и так на чем остановились трактор кто будет покупать старичок или наим трактористом всю жизнь он пока не подохнет не будет его продавать почему потому что это он замес лошади надо что-то подвести может быть как у хозяйства будет разоряться ну банкрот и там что-нибудь ну по долгам еще или кто-нибудь там решил уехать в город или куда-то сменить место жительства так что выбирайте электропроводку проверяете гидравлику прицепы чтоб все это было навеска была целая узла агрегата резина электрооборудование как еще сказали рулевое управление резина целая передняя задняя не было нигде скоростя включались желательно конечно же надо завести его прокатиться редукторный стартер как ты ничего работают стартер сейчас вот пошли старте редукторные стартера ну тоже но они мне не глянцево самый лучший стартер это а т-40 ставить на т-25 вот как-то он уже это надежнее а это вот не хуже редукторный мою шумой но они наверное китайские в китайные собираются ненадежно некачественно я тот раз еще его купил а у т-40 в тягу еще реле там короче все выгорело не в недогляд был мой вот из-за этого приехал покупать она стоит 2000 а редуктор стартер 5000 ему куплю в расхвалит ну и короче и уже два раз ремонтировали что-то там по гарантии ну по гарантии что там два раза ремонтировали вообще он как-то мне не глянется то один пишет проводку надо сильнее там то и ну а этот от т-40 стартер я купил поставил его и забыл и забыл все что аккумулятор начнешь проверять не станет крутить начнешь проверять уже банка не робит или что-то так а этот не поймешь что короче нет мне от т-40 лучше глянет стартер чем редуктор на это ерунда все он заводил снежок нападет градусов 15 ну вроде как прокатиться охота по лесу покататься так вообще заводить станешь а т-40 он заводил а это зимой заводить я его не завожу зачем мне редуктор нужен не хуже бывает так что не хуже осенью ранее что-то загонишь и забыл про этот стартер и про все а потом куда-то ехать аккумулятор сел я от машины ставлю 50 ки шелку он завел я этот подсоединю и когда стартер т-40 он 55 к заводит хорошо его понятно так что вот так вот если хотите покупать трактор какой-то т-40 т-25 там что-то еще смотреть сразу ну как как какой совет мы дадим куда смотреть да везде надо смотреть так же как машину покупаешь и вовнутрь и везде завести его прокатиться и купишь его вдруг там он масло будет жечь это же тоже эксплуатация надо поездить целый день разве вам хозяин даст тот который продает ему лишь бы тоже только продать как говорится на базаре два дурака один хвалит другой хайд один гордых наконец-то купил а другой их наконец-то избавился так что так вот т-25 вещь в чем хорошего он тележка маленькая двухосна я в лес заехал куб 2 дров допустим напилить как час валежник собирая или там что-то привести он всегда привезет но они же в хорошем состоянии нередко сейчас могут продаваться все ушатанные вот кто-то там показал мне видел видео смотрел как у макарова было без кабины старого броса это старенький еще ну че он там уже ему за 40 лет тогда был когда он его забрал а он там живого-то ничего не было он латал его латал и потом хтз хт ну хтз старые это вот сейчас современные пошли ну ты 25 это трактор ну что не говори ничего не оставит поехали лес варить березы там таскать березы большие не тянет обпилил ее 6-метровую тянет вытянул не хуже второй раз заехал солярки живет мало куда не хуже по лесу ездишь в налога съездил аль такте березы вывести еще ну да тем более сейчас широкий спектр различных орудий сельскохозяйственных и роторные и навешиватели разбрызгиватели опахиватели копалки сажалки большой и цена то может быть разные как от состояния так от красоты или там еще чего-то да к этому трах тут во сколько лет нашему ну да в восемьдесят первого или второго ну восемьдесят второго года мы его купили ездили во владимирске а сейчас вот видишь не хуже для себя то он где завел где это картошку всегда вы посадишь спахать его плуг был ему плуг продали тогда плуга были заводские ну а потом стали делать самодельные я допустим этот трактор машина или шестье а трактора нет машина и чего я на автобусе езжу куда на тракторе то сел поехал прокатился по ягоды в лес тележка у тележка он маленький у нас он большую телегу тянет ну просто не хочешь так ладно друзья мои на этом мы свое видео заканчиваем может быть что-то затронули может быть не рассказали каких-то нюансов а какие нюансы все они трактора да все так же как и машину выбираешь везде смотри проверяй уровни жидкости завел проехал посмотрел другое дело что живешь в одном селе в одном населенном пункте ехать надо в другой в третий куда-то еще дальше это все по карману бьет желательно чтобы конечно же это там поехал как старые времена там бензин был дешевле солярка была дешевле как-то не так было заметно можно было ездить по области по району выбирать а сейчас это куда-то поехал ты еще отдай и тот еще не хватит кого-то нанял так же как и косилку там одна вещь хорошая одно орудие другое разбитое третье там что-то еще проблем запчастями на сейчас тоже нету только что качество железо вот этого может быть китайской или некачественные кооперативные не такое как было советское так что то что купите будет на вашей совести а как мы можем посоветовать сидя вот здесь в навесике под трактором говорить что он хороший трактор а вдруг вам попадет какой-то плохой вот так ладно все на это все пока пишите свои комментарии кто что думает на что надо было обратить внимание на что вы обращаете внимание а мы будем читать и дополнять ваши говорить плохо или хорошо так ну